А началось все с финбола. Это интеллектуальная игра-квест, которая сочетает задания на тему финансов и футбола. Россия ведь станет в этом году хозяйкой чемпионата мира по футболу. Такой формат игры позволил проверить знания ребят в области финансовой грамотности и спортивных фактов. Вообще, по мнению министра экономики нашего региона, пользоваться денежными знаками нужно учить как можно раньше. И нет ничего плохого в том, если у ребенка есть копилка. Нужно эти навыки где-то возвращать и где-то приумножать, чтобы дети постепенно через вот эти вот маленькие простые инструменты готовились к более сложным. Потому что мир меняется, он становится очень сложным. И финансовая сторона его становится крайне просто. Инструменты постоянно банковского развития, они совершенствуются, совершенствуются. И поэтому мы должны уже с этого возраста готовить наших детей, молодежь, чтобы они в таком вот большом финансовом мире не потерялись. В финбол сегодня играли не только студенты вузов, но и колледжи. В целом учились, как, например, накопить на велосипед и стать миллионером. Мне понравилось то, что были интересные темы. Сами вопросы были очень интересные. И как бы, в принципе, и сам формат мне понравился очень. Знать все про деньги, не потерять их, а приумножить, к сожалению, например, отсутствие знания в области кредитов, приводит людей к потере недвижимости, когда она оставляется под залог. В итоге растущая кредиторская задолженность среди населения. Где открыть пенсионный вклад, как пользоваться карточками платежными, что не нужно бояться иметь их несколько и так далее, с одной стороны. С другой стороны, это касается малого бизнеса. Как упростить свою работу или свои взаимоотношения с многими экономическими институтами, с банками, фондами и так далее. С третьей стороны, как потребители, можем ли мы найти какой-то товар по более приемлемой цене, будь это кредитный какой-то продукт, плюс такое модное направление, да, сейчас еще криптовалюта и так далее. А еще как заставить деньги слушаться, как они устроены, откуда они берутся, как управлять ими, тем масса. Сегодня состоялась даже презентация мультсериала «Азбука финансовой грамотности» от Смешариков. Крошь! Нельзя так легкомысленно относиться к деньгам. Их нужно хранить вот так. Деньги, Юршик, это же тебе не семечки. Закапывай, не закапывай их, все равно они вырастут. Ну почему же? Деньги даже очень могут вырасти. Только, конечно, не в земле. Лучшие студенты, победители финансовых состязаний, будут награждены грамотами Министерства экономики Краснодарского края. Елена Овсеевсина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!